Здравствуйте! Вы смотрите «Жесть» о самых резонансных криминальных новостях. Расскажу вам я, Анастасия Лаврова, в этом выпуске. Серийные грабители как задержали злоумышленников? Резал по кускам? За что так поступил со своим другом Амич? И один человек погиб, кто выехал на встречную полосу. Сегодня в разгар рабочего дня на Ленинградском мосту и на подъездах к нему образовалась многокилометровая пробка. В лобовой атаке сошлись автомобиль «Део» и автобус «Сетра». От удара кузов на марке сильно деформировался. Пассажирский транспорт отбросило в кювет, автобус задел рекламный баннер, который зацепил электролинию для троллейбусов. Последние выстроились в длинную цепь, тем самым еще больше осложнив проезд. Прибывшими сотрудниками предварительно установлено, что водитель автомобиля «Део Нексия», мужчина 95-го года рождения, при движении со стороны улицы Суворова в направлении Парка Победы в районе Тюкалинской развилки, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения транспорта и столкновения с автобусом «Сетра». На месте работали сотрудники ГИБДД, МЧС и медики. Зажатого в искаженном «Део» водителя и его двух пассажиров доставали с помощью специальной техники. Рулевой молодой человек, который ехал на переднем сидении, доставленный в больницу, еще один мужчина скончался. Его личность не установлена. По информации госавтоинспекции, аварию спровоцировал водитель легкового автомобиля. Он выехал на встречную полосу. Известно, что автобус принадлежит частной компании пассажиров. В момент столкновения в нем не было. Полиция по факту ДТП проводит проверку. Сегодня следователи обнародовали проверку показаний на месте с человеком, который, по версии сыщиков, не просто убил, но еще и расчленил своего друга. Как мы уже рассказывали, фрагменты тела в советском округе Омска обнаружил бродяга. По останкам силовики в течение суток установили личность погибшего. Им оказался семь раз судимый мужчина по имени Дмитрий. Следователи выяснили, что в последнее время он проживал в квартире своего приятеля Сергея. Тот признался в содеянном и рассказал, для чего разрубил своего товарища на куски. Подробности далее. Сергей рассказал следователям, почему поссорился с Дмитрием. Мужчины несколько дней пили спиртные напитки. Сергей предложил загостившемуся приятелю помочь устроиться на работу. Дмитрий отказался. Аргументировал это тем, что его и так здесь неплохо кормят. Хозяин квартиры рассердился. Как следует из материалов уголовного дела, вначале мужчина попытался выпроводить гостя. После неудачной попытки схватил топор. Я как бы нанес первый удар вот так вот, по-моему, я так думал. И я уже точно не понял. Потом вот сюда. И потом я вот вырву. В левую часть и в верхнюю часть головы? Да. В левую обуху, мы правую уже топором. И пошел спать. Как выяснили следователи, Сергей, раскроив череп Дмитрию, ушел спать. Утром обнаружил, что гость не дышит. Сергей уже был судим. Он признался, что страх снова оказаться в колонии, толкнул его на сокрытие трупа. Сергей взял нож, разделал тело по частям, которые упаковал в сумки. Одну из них он выставил у мусорного контейнера на улице энтузиастов. Вторую и третью на улице Менделеева. Очевидцы, обнаружив шокирующую находку, сообщили в полицию. Он объясняет свои действия тем, что физически он таких же параметров, как и убитый им мужчина. Реальной возможности целиком вынести тело из квартиры он не имел. Опасался наказания за совершенное преступление, так как ранее достаточно продолжительное время бывал наказание в местах лишения свободы. В связи с чем решил сокрыть совершенное им преступление и, расчленив тело, по частям его вынести на помойки. Несмотря на раскрытое преступление, на сегодняшний день пока не удалось найти все фрагменты расчлененного тела. Одну сумку с останками вывезли на городскую свалку. Сейчас поиски ведутся там. Сам обвиняемый в зверском преступлении Сергей в СИЗО. Его арестовали по решению суда. За убийство человека ему грозит до 15 лет колонии, без сомнения строгого режима. Тем более, что ранее мужчина уже был судим. В том числе за причинение тяжких телесных повреждений, повлевших в смерть человека. К другим темам обогнал. По встречной полосе избил человека на зебре. В интернете появились кадры с самого момента ДТП. Мы видим, как внедорожник обгоняет газель, уходит на встречку и на нерегулируемом пешеходном переходе даже не пытается сбросить скорость. В результате сбивает с ног пешехода. С места происшествия водитель не скрылся, однако информации об этой аварии на улице 22 апреля в ГИБДД не поступило. Вероятно, Тарапыга смог договориться с пострадавшим на месте. Напомню, на днях в силу вступили новые поправки правил дорожного движения, которые обязали рулевых останавливаться перед пешеходами. Но ПДД, к сожалению, продолжают нарушать. За 11 месяцев этого года на территории Омской области зафиксировано 535 ДТП на регулируемых и нерегулируемых переходах с участием пешеходов. Погиб 31 человек, из них большая часть 25 на дорогах города. 535 человек получили травмы. В Омске по решению Первомайского суда заключили под стражу двух мужчин, подозреваемых в серии краж. По версии следствия, за три недели налетчики ограбили пять магазинов. Во всех случаях они брали только деньги, действовали только ночью и только на территории советского округа. Оперативникам пришлось буквально по крупицам восстанавливать картину произошедшего. Следы на снегу – это одна из немногих улик, с которой пришлось работать следователем. Как позже выяснят оперативники, отпечатки принадлежат двум амичам в 23 и 25 лет. Зарабатывают на жизнь кражами они уже не первый год. Перечень уголовных дел, возбужденных в отношении мужчин, занял у судей около пяти минут. Кража, два эпизода, условно, было обменено, заменено на реальное. 2009-й, Курлышевский, кража, также 16 эпизодов, плюс других, 7 эпизодов, угон, его, 4 года лишения свободы. Подозреваемых в серии краж магазинов выдал почерк. Как следует из материалов уголовного дела, ночью мужчины разбивали витрины кирпичом, врывались в неохраняемые помещения, забирали кассу. Эти улики и дали следователям основания полагать, что преступления совершают одни и те же люди. Данные граждане 1 декабря 2014 года были задержаны сотрудниками полиции на месте совершения очередного преступления и доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Ими оказались лица, ранее судимые за аналогичные преступления, нигде не работающие и социально нетрудоустроенные. По ходатайству следствия суд избрал предполагаемым серийным налетчикам меру пресечения в виде заключения под стражу. За совершение краж группа лиц по предварительному сговору им грозит до 5 лет лишения свободы каждому. Мужчины свою вину признали. К другим темам бывший министр образования Омской области Сергей Алексеев предстанет перед судом. Он обвиняется в превышении должностных полномочий и халатности. Как следует из материалов уголовного дела, Алексеев, будучи главой администрации Омского района Омской области, продал муниципальные участки земли по занижимой стоимости. В результате госбюджету был причинен ущерб на сумму более 7 миллионов рублей. Во-первых, нельзя было предоставлять земельные участки под одними строениями. Во-вторых, площадь предоставляемого участка и площадь строения просто несопоставимы. То есть по нормативам максимально можно было бы предоставить 300-400 квадратных метров. Фактически предоставляется несколько десятков тысяч квадратных метров. На сегодня это все криминальные новости. Смотрите жесть на сайте antennas7.ru и в группе ВКонтакте. Увидимся завтра. Будьте осторожны, берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова